здравствуйте дорогие зрители начнем с новости бомбы разводятся соня смит и габриэль порос ну что вам сказать по этому поводу новость конечно удивительная поскольку на протяжении всех пяти лет пока не жили вместе они демонстрировали публике любовь морковь пара познакомилась в 2006 году и секретно поженилась в тайне от прессы в 2008 году познакомились они на съемках сериала ну вот и теперь новый сериал у сони и значит сапара решила расстаться и пяти лет не протянули решили что в общем хватит караул стал причин никто не называет говорят только о невозможности дальнейшего продолжения брака хотя расстаются они вполне дружелюбно никаких претензий имущественных друг другу не имеют детей у них нет поэтому делить в общем-то некого несколько лет назад был некий скандал из-за неверности габриэля который якобы изменил сони с дамой визажистой опять же на съемках габриэля вообще такой нрав рабочий как очередные съемки так какой-нибудь роман предыдущий его брак с и татик антураль распался именно по этой причине именно из-за его неверности ну что ж жаль вполне красивая была пара так продолжим вероника кастро не единственная знаменитость которая подверглась вето на мексиканских телестудиях андрес гарсия тоже попал под раздачу за участие в программе американского канала эстрея тб андреса не только не приглашают теперь на съемки на телевизии и на ацтеке но даже вымрали его имя спостеров кроме того его обвиняют супер конфликтности говорят что он теперь умудряется перессориться со всеми окружающими во время съемок ну может быть конечно и так хотя андрес прокомментировал происходящее в присущем ему искрометном стиле он сказал что пусть подавится и поищут актер с таким же послужным списком вот пусть найдут такого же замечательного как он а конфликты этого сугубо личное дело кстати ни один человек никогда об этом не говорил публично то есть носились какие-то там слухи кто-то чего-то такое говорил но публично чтобы кто-то вообще рвал рубашку на груди и орал что андрес конфликтный такого как-то не было все конечно может быть андрес конечно не подарок и не пионерка из майской сказки но с другой стороны это же какая мстительность со стороны телевизорского начальства просто как ревнивая жена с мегакомплексом неполноценности довольно веселая веселая теперь история крестобай ландер бывший муж габи спину решил повеселить публику и предстал перед ней в женском платье красавица только неплохо бы еще депиляцию сделать после того как он это сделает я думаю желание ходить женских тряпках у него резко пропадет как с белых яблондинов глазки повылезут габриэль сотов свои 30 с небольшим лет стал активно использовать ботокс вы спросите зачем а дело в том что как у всех блондинов его кожа крайне чувствительно к солнечным лучам сморщивается его личико как печеное яблочко от неумеренного загорания а мы же хотим быть загорелыми мы же лежим лежим на солнце часами мы же печемся на нем до красноты и до кровавых ожогов вот вам и результат мордочку иску кожу а что делать правильно ботокс пара укольчиков и морщинки то все разглаживаются и плевать на то что морда лица станет неподвижной для мексиканских новелл никакого значения не имеет там главное демонстрировать торс и правильно повторять текст за суфлером ну а корчить морды плакать глицериновыми слезами это будут актрисы так что поиграет еще наш габриэль сито мы в этом даже и не сомневаемся венесуэльский актер рикардо аламу перенес операцию на позвоночнике мы прооперировали два позвонка и сейчас у него уже все в порядке он на поместил свою фотографию в твиттере и успокоил своих поклонников сказал что со здоровьем все хорошо и скоро он будет очень готов к работе так что пусть они не переживают пенелопа круз рожает своего второго ребенка и уже госпитализировали так что роды не за горами на днях мы узнаем кто появился у маленького лео сестренка или братишка ну и последняя новость на сегодня родился ребенок у аргентинского актера лусяна кастро и его жены сабрины рохас это девочка которую назвали эсперанца ну что можем сказать поздравляем молодцы ребят красивые люди должны размножаться вот и все на сегодня ждем вас в наших следующих выпусках до свидания